Захида Халибхаджи и Турсун Барат, проживающие в Кульдже, были приговорены к 20 годам тюремного заключения за то, что несколько лет назад совершили паломничество в Мекку. Говоря о своих родителях, Шамсия Турсун сделала следующее заявление. Мой отец работал в народном управлении города Кульджа, а мать была сотрудником больницы Дружба. Оба они пенсионеры. В 2012 году мои родители совершили паломничество. После хаджа они посетили Турцию, так как я и некоторые наши родственники живут здесь. Затем они вернулись на родину. Они посещали Турцию еще два раза. Последний раз мои родители гостили у нас в 2016 году. До 2017 года мы общались по телефону и через интернет. Но в октябре 2017 наша связь оборвалась. Позже я узнала, что моих родителей приговорили к 20 годам тюремного заключения, несмотря на то, что они никогда не нарушали законов. Шамсия Турсун также сообщила, что вопреки пенсионному возрасту, ее тетя Хамида Халибхаджи, которая являлась учителем средней школы номер два города Кульджа и не нуждалась в повторном обучении, была отправлена в концлагерь, который китайские власти называют школой переподготовки. Отметив, что Китай наказывает невинных людей по сфабрикованным делам, женщина обратилась к международному сообществу следующими словами. Мир молчал, когда наш народ отправляли в концлагеря. Теперь же Китай наказывает планету посредством вируса. Боюсь, что если вы продолжите молчать, то Китай совершит с вами то же, что он делает с нашим народом. Китайское правительство обвиняется в шпионаже, найме агентов и распространении своей пропаганды через телекоммуникационные корпорации и другие компании. В деле, которое было собрано при помощи бывшего разведчика Ми-6, корпорация Huawei обвиняется в попытке манипуляции для поддержки китайских политиков, имеющих интересы в Великобритании. Утверждается, что крупные китайские компании пропагандируют политическую повестку дня китайского правительства и стараются соответствовать его директивам. Кроме того, было указано, что в Коммунистической партии Китая состоит 93 миллиона человек, многие из которых размещены в различных иностранных организациях. Члены Коммунистической партии работают в крупных корпорациях, в частности, телекоммуникационных компаниях. Им поручено собирать секретные данные компании. Кроме этого, отмечается, что к сбору и предоставлению секретных данных привлекаются и обычные люди, занимающие важные позиции в иностранных компаниях. В соответствии с новым законом, который привел к разногласиям, Китай открыл в Гонконге отделение национальной безопасности. Открытие офиса было совершено лидером Гонконга Кэрри Лэм, которую критикуют за поддержку китайского правительства. Офис находится в Метропарк Хотел, одном из туристических районов Гонконга, который является крупнейшим финансовым центром в мире. Помимо Кэрри Лэм, на церемонии открытия присутствовали новый глава службы безопасности Джен Ян Сюн, посол Пекина в Гонконге Ло Уиннинг, а также бывшие послы Тун Чихва и Леон Чунинг. Цин, который был назначен новым главой бюро, отличился строгостью по вопросу подавления протестов, которые произошли между правительством и общественностью в городе Вукань, провинцией Гуандуль, в связи с конфискацией земель со стороны государства. С другой стороны, советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайн сообщил, что если министр иностранных дел подтвердит потерю особого статуса, то США введут санкции в отношении Гонконга и Китая. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривает продление механизма поставок гуманитарной помощи в Сирию. Механизм позволял обеспечить гуманитарной помощью почти 3 миллиона сирийцев. Проект резолюции внесли на рассмотрение Совета Безопасности Германия и Бельгия. Срок действия резолюции, на основе которой в Сирию с 2014 года поступают гуманитарные грузы, истекает 10 июля. Согласно резолюции, гуманитарная помощь поступает в Сирию через два контрольно-пропускных пункта на турецко-сирийской границе. Представители ООН активно используют один из них на границе между турецким Хатаем и сирийским Итлибом и выступают за продление срока действующего механизма еще на год. С января текущего года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов отправило в Сирию 8468 гуманитарных конвоев через четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти две трети трехмиллионного населения Итлиба. В провинции Гуйчжу на юго-западе Китая сошел с дороги и упал в озеро школьный автобус. Китайские чиновники сообщили, что в результате инцидента погиб 21 человек. Сначала автобус врезался в ограждение, а затем пересек барьер и упал в озеро. В результате аварии пострадали 15 человек. Раненые были доставлены в ближайшую больницу. Несчастный случай произошел в городе Аньцы. Школьники направлялись на вступительный экзамен в университет под названием Кау-Кау, который проводится каждый год.